Здравствуйте, дорогие друзья! Расскажу сегодня видение, точнее это предсказание относительно одной южной страны, относительно нашего государства. Мы сегодня поговорим о Афганистане. Да, Афганистан это страна с очень плохой экономикой, с очень высоким уровнем преступности. Мы сами это все знаем, это одна из самых-самых проблемных стран на планете в целом на протяжении последних, наверное, нескольких столетий. Мы не будем давать оценку, плохо ли это хорошо, это история, это событие нашего времени, мы находимся в состоянии наблюдателя, такова реальность. И мы также все прекрасно помним, что в 80-е годы Михаил Гребачев вывел войска после 12-летней войны в Афганистане. У нас было много жертв, были очень серьезные потери. Тех планов, которые хотели добиться руководители нашей страны, они не были реализованы. То есть цель введения войск в Афганистан не была, данная цель осуществлена. То есть сама война была изначально неправильно построена, неправильно создана. И в результате, конечно же, нельзя сказать, что это было поражение, но и победы там тоже не было. То есть цели, которые ставились перед собой, они не были достигнуты. Еще раз скажу, относительно исторических каких-то элементов, пожалуйста, к историкам это не ко мне. Я просто, как внешний наблюдатель, могу судить по тому, что я видел, слышал, где-то читал и так далее. Сейчас, насколько я знаю, в Афганистане находятся войска Соединенных Штатов Америки. И контингент, он в нынешнее время очень уверенно сокращается. Но проблем все равно в Афганистане остается как было много, так и в нынешнее время остается также очень-очень-очень много. Так вот, в одном из сведений я видел, что в будущем в Афганистан будут вновь введены войска. Контингент, который будет вводиться, будет также очень большой. Но войска, которые будут входить, наши русские войска, мы опять будем в Афганистане. К тому времени американских войск там уже не будет. Я сейчас все постараюсь в деталях рассказать. И войска, которые будут вводиться, они будут вводиться как спецподразделения. И там в большей степени будут пребывать ученые. То есть всевозможные историки, религиоведы, люди, знакомые с культурой и традицией южных или мусульманских стран. И с какой целью будут эти введены войска? Во-первых, начнется очень сильное изучение быта, нравов, нравственности, правил, обычаев. И, собственно, традиции данных народов, которые проживают на территории Афганистана. И впоследствии будет разработана стратегия, с помощью которой Афганистан будут поднимать до состояния светского государства. И введение, спустя уже несколько лет, я видел, как в Афганистане начали отстраиваться действительно очень красивые дворцы. Люди стали жить намного зажиточнее, богаче. И влияние наших войск, которые там будут пребывать, оно будет крайне-крайне позитивным. Но воссоздание государства будет делаться не руками наших военных, а руками самих афганцев. Но под руководством наших военных. То есть, это будет миссия, она в некоторой степени будет гуманитарная, но при этом польза, которая будет приноситься нашими военными, она не будет нести какой-то стратегической пользы. То есть, это не будет военная миссия, это не будет какие-то действия спецназа и так далее, ни в коем случае. Но влияние военных будет очень-очень существенным и очень сильным. Контингент будет также очень сильный, очень большой там. И спустя уже несколько лет, после того, как я видел, как были введены войска и как они занимались исследованием данного государства, те накопленные знания позволят выстроить очень-очень могущественное, финансово независимое, очень мощное государство, которое, наверное, даже по своей сути, по своим традициям и по своей, я бы даже сказал, красоте произойдет даже Турцию. На удивление, дорогие друзья, я видел такие шикарные дворцы, которые там будут выстроены, и то, как будут люди жить там, и то, как хорошо они будут там одеваться, и уровень традиции, нравственности, культуры, и ну все, даже женщины. Я обратил внимание введению, что насколько красивы у них женщины. То есть, понимаете, как бы уровень общества будет настолько высоко поднят, что люди начнут даже сами себя уважать. То есть, того уровня жизни, который есть сейчас, это останется в далеком прошлом. Люди будут жить намного лучше. И Афганистан выйдет, как я уже сказал до этого, на уровень, по уровню жизни, на уровень Турции, а то и превзойдет даже Турцию. И все это будет сделано руками наших военных. Но, хочу сказать еще больше. Все это будет сделано, знаете, когда? Когда придет следующий правитель. И это будет делаться руками следующего правителя, который будет уже за Владимиром Путиным. Но этот человек будет настолько необычным и настолько мистически совершенным, что, во-первых, он судьбу страны, это также я видел в введении, предварительно перед тем, как будут введены туда войска, он изменит судьбу страны своей духовной силой. Представляете, какой будет духовной силой обладать эта великая личность, действительно великая личность. И какими духовными силами и качествами он сможет распоряжаться, что будет менять даже судьбы целых государств. Просто уму непостижимо. Я когда это увидел, я был настолько удивлен. Представьте себе, там огромное государство, в которых живет несколько десятков миллионов человек, причем в очень плохом состоянии живут, да? То есть у них там очень высокий уровень преступности. Ну, мы не будем эти элементы вскрывать, да? Тем не менее, он смог изменить своей духовной силой жизнь всего государства. Также хотелось бы сказать, что, конечно же, в первую очередь будет изменена жизнь России. Я даже, знаете, где-то в писаниях, в каком-то пророчестве читал, что когда явится этот правитель, благополучие страны улучшится в разы. Это будет также связано с тем, что его внутренняя энергетика, его духовная сила будет нести благодать стране, которую он будет править. Это одно из качеств правителей. Поэтому, как бы, и выбирается всегда человек не тот, которого выбирает народ, а которого выбирает Господь. Потому что Господь дает все самое лучшее, а народ выбирает... Но мы сами можем увидеть, кого выбирает народ, на примере, допустим, Украины. Да, то есть тот правитель, который пришел, Владимир Зеленский, совершает какие-то странные поступки против своего же, собственно, государства. Удивительно. Это просто удивительно. Но результат всего этого – это выбор народа. То есть народ выбрал то, чего он заслуживает. Это его карма. Так вот, этот правитель, он будет обладать такой духовной силой, что будет в течение секунд или двух, трех, десяти секунд менять судьбы целых государств. Естественно, он будет менять это по своей воле. Какова будет его воля? Тут уже, знаете, как бы вопрос другой. Еще на что я хочу обратить наше внимание, это то, что почему будут делаться выводы или будут направляться какие-то действия в отношении Афганистана и других приграничных государств. Все это связано с тем, что выводы относительно падения Украины, нынешнего падения Украины, будут сделаны. И Россия в какой-то момент поймет, что все смежные государства, которые есть у нас на границе, о них нужно заботиться. И все государства, с которыми у нас общие границы, обо всех будет Россия заботиться. И финансово так же. Знаете, будет с чем это связано? С тем, что будут сделаны выводы относительно войны в Сирии. И правители наши поймут, что воевать на чужой территории намного легче и дешевле, чем воевать на своей территории. Таким образом, смежные с нами государства, соседние государства, наша страна будет поддерживать соседние государства с той целью, что они будут выполнять роль защиты нашего государства от внешних раздражителей. Понимаете, о чем речь? То есть все государства, которые граничат с нами, Россия будет о них заботиться и в военном смысле, и в финансовом. То есть мы будем вкладывать довольно серьезные ресурсы в то, чтобы экономическое и политическое состояние государств, которые граничат с нами, эти государства должны находиться в очень хорошем состоянии. Таким образом, мы сможем блокировать внешнее давление со стороны любого государства. В этом будет плюс. И эти выводы будут сделаны в ближайшее будущее, в силу того, что однажды поймут, что можно было бы о Украине и о той же Грузии заботиться, и, собственно, о всех других государствах, и не было бы этих проблем. Понимаете? То есть это будет своего рода удар на опережение. Таким образом, мы сможем укрепить свои границы, и при этом смежные государства, которые будут граничить с нами, они от этого только выиграют. В полном смысле этого слова. То есть им будет очень выгодно, чтобы Россия о них заботилась. А Россия будет очень выгодно, чтобы в этих государствах была стабильность, экономическое предстание и благополучие. Конечно же, речь не идет о том, чтобы данная деятельность шла в ущерб Российской Федерации, либо самой России. Как я понимаю, там название немножко другое будет уже, у самой России, у Российской Федерации. Но это уже будущее. Это уже, знаете, это будет связано с тем новым правителем, которого я видел. Относительно, предполагаю, что будут вопросы, будет ли это следующий правитель однозначно после Владимира Путина. По моим ощущениям, да. Это будет следующий правитель. Но также могу сказать, что будет еще два срока Владимира Путина. То есть, с тем, который есть сейчас. Хотя, не знаю, не будут загадывать. Тут мне сложно судить. Я сейчас вообще в этом ничего не понимаю. Вот. Таким образом, мы начнем заботиться о тех государствах, которые с нами граничат. И это будет очень мощный такой тандем, который принесет всем пользу. Это будет также вариант защиты. Будет ли подобная практика введена только в отношения Афганистана? Нет, конечно же. Мы будем заботиться о всех республиках, которые с нами граничат. Единственное, чего я не чувствую, это то, что относительно Прибалтики. Прибалтике и Польше впоследствии будут сделаны довольно серьезные выводы. И в отношении этих государств будут введены серьезные ограничения. То есть, с этими странами контакты вообще прекратятся. И, по всей видимости, с Европой также. То есть, Европа, она со временем перейдет в состояние стран 2-го, 3-го мира. И Европа будет уже никому не интересна. Будущее за Востоком. За странами, которые в нынешнее время начинают лидировать. Но в будущем они также расцветут. Это Китай, Индия, Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан. Кстати, Пакистан вольется, вернется назад в Индию. Также еще хотелось бы сказать, дорогие друзья. Я не видел в Афганистане ислама. То есть, традиция мусульманства, она на будущем многих стран видится как исчезнувшей. То есть, ислам, у него будущего нет, к сожалению. Скорее всего, это учение будет как-то реформировано. Каким-то образом будет трансформировано в какое-то другое учение. Либо появится какое-то новое учение. Еще хочу сказать, на что я обратил очень много внимания. Это то, что во всех южных странах, во всех восточных странах, Турция, Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан тот же самый, Сирия, там будет очень сильное влияние России. И люди в действительности будут с благоговением вспоминать помощь России, влияние России. И Россия будет центром внимания. Точно так же, как в экономическом плане сейчас все смотрят на Соединенные Штаты Америки, впоследствии центром внимания станет Россия. Но Россия будет еще и центром духовного, неоспоримого влияния и внимания. Да, дорогие друзья, мы будем центром духовной культуры. И русские наши, русские люди, это будет в некоторой степени духовная элита. Наш народ, наших людей будут уважать, чтить, почитать. И мы будем в действительности очень уважаемы на всей планете. От мнения российского народа, от мнения правителя российского народа, будет очень много зависеть по всему миру. И еще хочу сказать, на что я обратил также внимание. Та политика миролюбия, всепрощения, которая идет сейчас со стороны Владимира Путина, она будет услышана всеми народами. И мы также сами сделаем из этой политики очень полезные выводы. Многие наши политики, которые агрессивны в своем поведении, они поймут, что да, тогда, невзирая на то, что к нам очень дурно относились, и какие-то боевые действия, и всевозможное деструктивное влияние, и санкции, которые вводили против нас, и всевозможные оскорбительные отношения в отношении самой России, тех народов, которые населяют саму Россию, со стороны других государств. Это, конечно же, со стороны наших правителей в нынешнее время все прощается. То есть мы очень милосердный народ, и пример тому Владимир Путин. Как бы кто-то не был ими доволен, тем не менее плюсов очень много. И из всего этого будут сделаны выводы. И нынешняя политика, нынешнее отношение Российской Федерации к народам, которые даже к нам плохо относятся, оно будет только лишь укрепляться, и впоследствии Россия будет относиться к другим возмущающимся странам в состоянии всепрощения. То есть это будет очень миролюбивая и всепрощающая дипломатия. Дальше отношение России будет именно в таком ключе развиваться, и даже укрепиться, и станет даже более мощной в этом направлении. На сегодня, дорогие друзья, думаю, достаточно. Старался все оговорить, может быть, немножко сумбурно было, но думаю, еще вернемся к этой теме, оговорим многие элементы, которые я смогу увидеть в будущем, в будущей деятельности нашей страны, наших правителей. Собственно, поговорим еще о будущем правителях, о том, кто будет. Ну ладно, это уже следующее. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok